Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об отправке пшеницы из Новосибирской области в Китай. Запрете на лай собак и отопительном сезоне в регионе. Первую партию пшеницы из Новосибирской области отправили в Китай. В Поднебесную продадут больше 2000 тонн зерна. Продукция сертифицирована по качеству и санитарным требованиям. В Китай пшеницу перевозят по железной дороге. Сегодня в областном правительстве подпишут еще несколько соглашений. Одно из них с компанией Дальневосточный зерновой терминал. Это позволит расширить объемы поставок от сибирских аграриев в страны Тихоокеанского региона. Собакам могут запретить лаять. Депутаты ЗАГС Собрания Новосибирской области предлагают расширить действия регионального закона о соблюдении тишины и распространить его на владельцев домашних животных, сообщает Пресс-служба областного парламента. В документе прописано, что лаять и выть собакам нельзя по ночам с 22 часов до 7 часов утра по местному времени в рабочие дни с 10 вечера до 9 утра в выходные и нерабочие праздничные дни. Аналогичный запрет предлагается ввести и в обеденное время с 13 до 14 часов. Напомню, в регионе уже действуют ограничения на действия строителей и монтажников в жилых домах, которые не должны шуметь поздним вечером и выходные. За нарушение данной статьи граждан ждет административный штраф в размере 3 тысяч рублей, должностных лиц 5, юридических лиц 10 тысяч соответственно. Парламентарии теперь предлагают штрафовать и владельцев за шум, которым могут производить их питомцы. Ежегодно перед коммунальными службами стоят одни и те же задачи. С наступлением холодов обеспечит население теплом. В Северном районе своевременная подготовка позволила коммунальщикам включить отопление на неделю раньше, чем в столице региона. С подробностями Ирина Кент. Кофточки, штанишки и шерстяные носки для ребятишек детского сада уже не нужны. Батареи в здании потеплели. В группе тепло. И дети ходят раздетые теперь в футболочках, шортах. В спальне стало тепло спать. Спим без пижамы. Если мы в холодное время одевали, то теперь мы обходимся без нее. В комнате плюс 25. Тепло пришло в детские сады, школы, больницы и жилые дома района. Котельные пока запущены не на 100%. Чем прохладнее на улице, тем мощнее будет и работа котлов. Удержим заданную температуру пока что немного. Сколько задают, в общем, столько и поддерживаем. Не больше, не меньше. Отапливаем круглосуточно. Ремонтные работы шли в течение всего лета. Установили частотные преобразователи на вентиляторы и дымососы. Заменили старые металлические трубы новыми, теплосберегающими. Их гарантия 50 лет. Все испытания сетей прошли успешно. Котельные в полной готовности. Есть у нас и резервные мощности для того, чтобы какие-то изменения есть. Либо по температуре, либо что котел. И если один котел и выводим, и другой запускаем. И на протяжении так отопительного сезона мы проходим. И также у нас и везде установлено, что и резервное оборудование, и насосы, и дымососы на период каких-то внештатных плановых работ. Перебоев с топливом тоже не будет, уверяют специалисты. Уже завезли 35% от годового потребления. Отопительный сезон продлится 270 дней. Однако свои коррективы может нести холодная погода. Тогда и сезон увеличат. Елена Кинт, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. Сегодня в школе-интернате имени Покрышкина начнутся областные соревнования среди кадетов готов к труду и обороне. В них участвуют 8 команд из кадетских корпусов региона. В программе стрельба из пневматической винтовки, подтягивания, бег и прыжки в длину. Кроме того, юноши сдадут нормативы по подтягиванию на турнике, а девушки по отжиманиям на скамье. Во второй половине дня команды переедут в бассейн, где пройдут соревнования по плаванию. Победители турнира станут известны уже завтра. Красной кистью рябина зажглась. Строки Марины Цветаевой прозвучат у костра на традиционном литературном вечере. В Новосибирске в день рождения великого поэта отметят уже в шестой раз. Исполняют любимые стихи и знакомые романцы. В памяти Марины Цветаевой высадят рябиновую аллею. Зажгут литературный костер при любой погоде. Гостям советуют одеться потеплее. Всех любителей поэзии ждут в воскресенье в парке Сосновый Бор в 2 часа дня. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о прививочной кампании в регионе, экологической обстановке в области и музыкальном фестивале «Янкин день». Жители региона стали активнее прививаться от гриппа. За три недели вакцинировали уже четверть запланированных. Это более 300 тысяч человек. Из них каждый пятый ребенок. Малышей прививают с шести месяцев. План вакцинации мы в этом году повысили почти на 10%. Если в прошлом году мы охватили около 33% населения, в этом году планируем 41-42%. Если будет дополнительная поставка вакцины, то 48%. Поэтому и темп вакцинации начат более активно. В связи с тем, что мы более большие планы себе поставили. Медики говорят, два года назад тех, кто решил привиться, было куда меньше. Однако после эпицезона 2015 года, когда были летальные случаи от гриппа, жители региона начали вакцинироваться намного активнее. В этом году все желающие могут обратиться в поликлинику по месту жительства до 15 ноября. Прививку и взрослым, и детям поставят бесплатно. Новосибирская область попала в список Минприроды как один из регионов самым грязным воздухом, еще более неблагоприятная ситуация в соседних Кемеровской и Иркутских областях. Как сообщают федеральные СМИ, в ведомстве основными причинами плохого качества воздуха назвали отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования и эксплуатацию устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Из-за увеличения вредных выбросов за последние три года в российских субъектах выросла заболеваемость астмой на более чем полтора процента. Наибольший вред здоровью в мегаполисах наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, оксид углерода, хлор и его соединения. И смотря на то, что учебный год уже начался, в Качковском аграрном лицее набор еще идет. До 25 ноября желающие могут поступить на обучение по специальностям хозяин, хозяйка усадьбы, мастер сельскохозяйственного производства, штукатурмаляр и швея. С подробностями Яна Рагуля. Хозяин – хозяйка усадьбы, специальность широкого профиля. Студенты учатся на плод овощевода, учетчика и повара. У плиты не только девушки, но и парни. Никита Тамахин с удовольствием изучает кулинарное искусство. Мечтает работать в ресторане. Работать поваром – хорошая профессия. Заработок хороший. Кроме этого, в лицее можно получить профессию швеи и мастера сельскохозяйственного производства. Студенты учатся сажать и убирать хлеб. Есть учебное хозяйство, все в районе о нем знают. И в этом году выращен неплохой урожай. На сегодня убрано чуть более половины, 53%. Остался очень хороший хлеб, который должен быть дать урожайность не менее 20 центнеров. Но беда и наш бич – это погодные условия. Выращивают не только хлеб, но и овощи. В этом году собрали более 20 тонн картофеля. Урожай огромный в этом году. Не знаю, еще обещали две машины провезти с поля. А вообще вот огород рядом. Свекла, морковка вчера, помидоры, огурцы, чеснок, лук. Полностью весь перечень, что нужно для столовой. В лицее еще идет набор студентов. Документы будут принимать до 25 ноября. Сегодня есть около 30 вакантных мест. Из них 14 на специальность мастер сельскохозяйственного производства. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Сегодня и завтра в столице региона пройдет музыкально-поэтический фестиваль «Янкин день». В память о певице Янке Дягилеве прозвучат песни сибирского андеграунда в исполнении новосибирских, омских и московских музыкантов. Творчество Янки Дягилеве близко не только тем, кто застал период становления группы «Гражданская оборона», но и современной молодежи. Три года назад в Новосибирске силами общественников и поклонников творчества певицы установили мемориальный объект на деревянном доме, в котором Яна прожила всю жизнь. Доску, изготовленную скульптором Павлом Слободчиковым, повесили на скушенный угол дома с разрешения нынешних жильцов. Выступление в континентальной хоккейной лиге. Сибирь продолжит матчем против Минского «Динамо». Матч состоится уже в эту субботу. Статистика встреч между командами в прошлом сезоне не в пользу новосибирцев. Минчане одержали победу в обоих матчах года. Сейчас Сибирь и «Динамо» находятся примерно в равном положении в турнирных таблицах своих конференций посередине. Матч пройдет в субботу, 23 сентября, начало в 17.30. Прямая трансляция, как всегда, на нашем канале. А вот футбольная Сибирь продолжает выступление в первенстве национальной лиги. Воскресеньем «Орлы» сыграют на домашнем поле санкт-петербургским «Динамо». Новосибирцы идут без поражений уже четыре матча подряд. Благодаря этой серии наша команда поднялась на шестое место в таблице ФНЛ. Правда, забивает подопечные Сергея Кирсанова немного по голу в матче. Встреча между Сибирью и «Динамо» СПБ пройдет на стадионе «Спартак» в воскресенье, начало в 17.00. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Записи телеканала ОТС в сервисе «Пирс ТВ». Новосибирск «Пирс ТВ» Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, каких аграриев наградит губернатор, какое открытие сделали новосибирские ученые и как начнет новый сезон театр «Красный факел». Сегодня в регионе отмечают День поля. Уборочная в Новосибирской области еще не завершена, но промежуточный итог кампании – более 2 миллионов тонн зерна. Столько уже собрали в районах области. Традиционно на праздники глава региона вручит лучшим работникам аграрного сектора почетные грамоты. На площадке перед Сибирским федеральным научным центром агробиотехнологии откроют экспозицию новой сельскохозяйственной техники. Подробности мои коллеги расскажут вечером в итоговом выпуске новостей. В селе Аяш Болотнинского района строят спортивный стадион. Это стало возможным после того, как два года назад местные жители обратились к депутатам ЗАГС Собрания Новосибирской области с проблемой – детям негде тренироваться. Селян услышали и выделили финансирование. С подробностями Ирина Тоскаева. Вместо детей на площадке пока упражняются строители. Сегодня в обязательной программе броски песком и элементы керлинга. Сейчас планирую их дело. Под асфальт делается, подушку делаем. Это будет мини-стадион для игровых видов спорта с площадкой для сдачи нормативов в ГТО. Детишек у нас много. Все хотят заниматься спортом. По вечерам тут собираются на детской нашей площадке. Там у нас турник есть. Где-то подтягиваются, где-то играют в мини-футбол, волейбол. И просят, чтобы у них было что-то такое уже серьезное. Ну вот и нам удача улыбнулась. Стоимость мини-стадиона – 2,5 миллиона. Их выделили из областной казны. Работы должны выполнить в течение недели. Очень эффективно будет, конечно, работать. То, что почти не выходя из территории образовательного учреждения, вывести детей и поработать на какой-то такой площадке. Все ли уверены – новый стадион будет не только занят во время уроков физкультуры. Он станет местом проведения спортивных праздников. Ирина Тоскаева, Михаил Кауров, новости ОТС. Новосибирские ученые спрогнозировали геологическое будущее самого глубокого озера Байкал. По их данным, в земной коре прямо посередине Евразии находится огромный раскол. Он медленно расширяется. И если не изменится обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части. В результате этого на месте Байкала появится новый океан. Результаты работы опубликованы в специальном выпуске журнала «Наука в Сибири». Ранее подробного исследования не проводилось. Новосибирская область – 80 лет. Так называется выставка, которую откроют сегодня. Экспозиция будет представлена в Государственном архиве региона. Из 120 документов и фотографий многие будут экспонироваться впервые. Кронологическая выставка охватывает период с 1937 года по 2000. В частности, будут представлены постановления Компартии о создании области, снимки первых руководителей области и знаковых для истории региона персон, а также многое другое. Гостей ждут с 10 утра. Осеннее равноденствие в этом году выпадает на завтра, 23 сентября. В наших широтах день будет равен по продолжительности ночи – 12 часов. Специалисты называют еще этот момент астрономическим началом осени. А уже с началом новой рабочей недели солнце будет перемещаться из северного полушария в южное. Светлое время суток постепенно начнет сокращаться, а темное – увеличиваться. В понедельник восход солнца после 6 утра, заход примерно в половине седьмого вечера. Кстати, на Руси с равноденствия до первого снега было принято украшать дома веточками рябины. Славяне верили, что ее плоды защищают от бед, несчастий и нечисти. «Испанские страсти» на сибирской сцене «Красный факел» первым спектаклем нового сезона открывает публике двери в дом Бернарды Альбы. Последняя пьеса великого Федерико Гарсия Лорки – желанный материал и непростая задача для режиссера, который берется за постановку. Это история о пяти молодых женщинах, которые томятся в доме властной вдовой Бернарды. Жаждут любви и страсти и постепенно сходят с ума от желания прикоснуться к мужчине и невозможности этого. Нередко в российских и зарубежных театрах предпочитают рассказывать ее не драматическим, а пластическим языком. По мнению критиков, в прошлом веке самыми знаковыми постановками стали спектакли королевского балета Лондона и танцевальные труппы Кульберг-балета в Стокгольме. Вот и российский хореограф-постановщик Сергей Землянский в наши дни лишил героинь Лорки возможности произносить слова. Но оставил им право выражать эмоции и чувства языком пластики, с чем актрисы «Красного факела» великолепно справляются. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачи и до встречи. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о дополнительной помощи пенсионерам, донорской акции в Новосибирске и расселении аварийного фонда в регионе. Помощь будет всегда рядом. В России появится система ухода за пожилыми людьми. Такое поручение дала вице-премьер Ольга Голодец. Согласно инициативе в стране разработают концепцию долговременного ухода за старшим поколением, которая будет включать в себя медицинскую помощь и социальное сопровождение. Отмечу, в России уже свыше 13 миллионов людей старше 70 лет. Их число в дальнейшем будет постоянно расти. В связи с этим власти задумались, как обеспечить им достойную жизнь. Сегодня на площади Ленина в Новосибирске уже в 46-й раз пройдет акция «Помоги делам». Возле выхода из метро развернут мобильный пункт сдачи крови. Стать донора может каждый желающий старше 18 лет, не страдающий гипертонией, не болевший гепатитом и не инфицированный вирусом иммунодефицита. Перед сдачей крови нельзя курить и употреблять алкоголь. А сегодня каждый, кто придет в мобильный пункт, получит в подарок сувенир с предсказанием. Полтора десятка куйбышевских семей сменили ветхие дома на благоустроенные квартиры. Благодаря федеральной программе удалось расселить почти полторы тысячи граждан. Еще около ста человек справят новоселье в следующем году. С подробностями Оксана Тимошенко. Вот здесь вот кухня. Все сюда привезем, поставим. Видите, как хорошие. Свой 93-й день рождения Мария Кузьминична будет отмечать в квартире со всеми удобствами. Ее она получила взамен ветхого дома. А воды нет, мы пробурили это вот. А горячую нам давали с батарей. Как пустится, да вот только горячая была. А там туалет на улице. В 56-го года там уже полностью. Она там заселялась. Она, говорит, оттуда жила на Савкино гривне в бараке. А туда, говорит, на тележке приехала. Приезжали, там жили в одной комнате. А здесь просторная трехкомнатная квартира. Поселили пенсионерку на первом этаже, чтобы легче было выходить на прогулки. Уже отопление дали. Да ты что? Уже отопление даже дали. Да я там замерзаю, а где-то не сплю. Переселять граждан, чьи дома не подлежат, ремонту начали с 2008-го года. На эти цели с всех уровней бюджета город получил больше 700 миллионов рублей. Расселить смогли почти 600 семей. Сегодня мы заселяем последние 15 семей. 33 счастливых жителей получат сегодня ключи от новых квартир. И на этом федеральная программа закончена. Но она не закончена для города Куйбышево. Мы будем продолжать эту работу. 46 миллионов рублей на строительство жилья для переселенцев и светлых и аварийных домов выделит областной бюджет. Улучшить свои жилищные условия смогут еще 44 семьи. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев. Новости ОТС. Жители региона приглашают посетить ярмарку «Краснообская осень». Гостей ждут в эту субботу с 9 утра до 5 вечера. На площадке будут представлены продовольственные и промышленные товары в широком ассортименте. Свою продукцию привезут 230 предприятий-производителей из Болотнинского, Искитимского, Колыванского, Маслянинского, Машковского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов и городов Бердска и Скитима. Товары будут представлены по оптовым ценам. Посетители смогут не только приобрести вещи и продукты, но и увидеть выступления творческих коллективов региона. Ярмарка пройдет в Краснообске на Центральной площади. А вот в Новосибирске впервые отметят Всероссийский день ходьбы. Праздник прокатится по всей стране 30 и 1 октября и захватит столицу Сибири. Местом проведения мероприятия в Новосибирске станет Центральный парк. Старт в субботу 30 сентября в полдень. Получить номер участника можно на сайте проекта «Олимпийская страна». День ходьбы – повод обратить внимание на самый естественный и легкий вид физической активности. Ученые рекомендуют проходить 10 тысяч шагов в день. Один час обычной ходьбы сжигает 300 килокалорий, задействует 45% мышц. После часовой прогулки организм вырабатывает гормоны счастья, которые стимулируют воображение и творческую активность. На 70% снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Наиболее, наверное, простой вид передвижения, самый элементарный, с чего начинает ребенок свое движение. Он вначале ползает, потом встает и идет. Не будем агитировать за спортивную ходьбу, потому что это более сложный вид, специфический, и чем я занимался, скажем, большей частью своей жизни. А обычная ходьба, обычная ходьба, это доступно каждому, в принципе, кто готов поучаствовать в празднике. То есть я поэтому призываю всех прийти в соответствующую форму одежды, желательно, конечно, более спортивную, с нормальной обувью. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи.